В эфире телекомпании Город. Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. И мне очень приятно сообщить, что сегодня мы не будем показывать злостных нарушителей закона, а расскажем о действительно хороших людях. Смотрите прямо сейчас. Стань заметнее. Компания «Ведикон» провела акцию совместно с ГИБДД. Сильные, добрые и очень ответственные. Как из обыкновенных трехнедельных щенков воспитывают служебных собак. Наш специальный репортаж из кинологического городка и справительной колонии номер 6. По ГАИшной статистике осенний период самый травмоопасный. Дети, гостившие у бабушек в деревне, успевают отвыкнуть от большого количества автомобилей светофоров. Но на днях мы побывали в Рязанской школе номер 17 и поняли, что правила дорожного движения учить стоит родителям, а не их детям. Как выходишь на дорогу, первым делом осмотрись. Переход. Постой немного. Подожди. Не торопись. Полосатые дорожки постелили на подножки, чтобы мы закон не знали и по ним впили, лёд шагали. Если знак дорожный видишь, нужно смысл его понять. И законы на дороге нужно строго соблюдать. Светофор, смотри, мигает. Что же это означает? Если свет зажёгся красный, значит двигаться опасно. А зелёный впереди. Посмотри по сторонам. И внимательно иди. На фоне нового закона носить фликеры или иметь на одежде светоотражающие элементы во время прогулок в тёмное время суток, по всей стране прокатились флэш-мобы под лозунгами «Будь ярким», «Засветись в темноте» и так далее. Компания «Ведикон» решила, что одними наставлениями делу не поможешь. Поэтому компания «Ведикон» совместно с управлением ГАИ Рязанской области организовала акцию. Акция заключалась в комплексе мер, направленных на повышение безопасности детей на дорогах. В частности, были изготовлены для учеников младших классов нескольких рязанских школ светоотражающие браслеты, которые позволяют ребёнку стать заметнее на дороге для водителей, особенно в тёмное время суток. Применение полезному подарку от компании «Ведикон» ребята нашли сразу. Его можно носить как браслет, прицепить на рюкзак или верхнюю одежду. Впрочем, школьники и без того приятно удивили. «Я знаю, что вот этот знак означает подземный переход. Там безопаснее всего переходить дорогу. Ещё есть надземный переход, или как его называют, воздушный. Этот знак, этот самый простой, он означает, как я сейчас сказала, пешеходный переход. А вот этот знак означает осторожный дети. То есть бывают дети, которые не знают правила дорожного движения, и чтобы предупредить водителя, что они могут выскочить на дорогу». Плакат со схемой безопасного маршрута висит на самом видном месте и даже дополняется в зависимости от сезонных опасностей, таких как гололёд или сосульки. Но ещё вопрос, кому он нужен больше – ученикам или их бесстрашным родителям. «Такие схемы, единственное, что по большим масштабам, мы расклеиваем в дневники нашим обучающимся. Несколько лет это была только начальная школа, с 1 по 4 класса. Наша школа стоит практически на дороге. И многие наши учащиеся пользуются общественным транспортом. И когда они приезжают на остановку 5-го троллейбуса, 7-7 маршрутки, которая находится на противоположной стороне, к сожалению, я очень часто видела, как родители, либо опаздывая, либо пренебрегая правилами дорожного движения, не хотят вместе со своими детьми пройти на регулируемый пешеходный переход, который у нас находится с одной стороны, на нерегулируемый, который находится с другой стороны, а переходят с детьми дорогу непосредственно после остановки общественного транспорта». По словам Светланы Зайцевой, подобные уроки проходят в их школе с периодичностью раз в триместр. В процессе игры дети запоминают правила дорожного движения на раз. Но будет ли от этого толк, если родители каждое утро тащат своих детей за руку прямо через проезжую часть? Мы не будем показывать жуткие кадры с мест ДТП. Просто на секунду задумайтесь, что вам важнее – две минуты времени, чтобы дойти до светофора или жизнь вашего ребенка. Подумай только, собака стала самым первым и верным другом человека, а кинологическая служба появилась только сто лет назад. Зато как эффектно не прошло и годы, как собаки заступили на пост в 50 губерниях. В 1912-м четвероногие помощники пришли в армию. Еще через 8 лет серьезно занялись уголовным розыском. Позже именно из таких питомников выйдут мохнатые специалисты по поиску взрывчатых веществ, наркотиков и оружия, без которых невозможно сегодня представить охрану границ, аэропортов, вокзалов и исправительных колоний. Сколько книг и кино посвящены подвигам собак и их друзей-кинологов? Пограничный пес Алый, ко мне Мухтар, их сюжеты взяты из жизни. Прототип Мухтара, собака Султан сумела не только выжить в блокадном Ленинграде, но и поймать там 200 преступников. Это городок служебных собак исправительной колонии номер 6. Он существует еще со времен внутренних войск, то есть это уже порядка 30 лет. Здесь осуществляется подготовка служебных собак и специалистов-кинологов к самостоятельному несению службы в исправительном учреждении. Аксель, Багира, Тор, Фрези, Якудза – клички этих красавцев, готовые названия для спецоперации или оружия. По большому счету, они и есть самые лучшие средства для охраны и защиты. Собачий нос чувствует запахи в 10 тысяч раз сильнее человеческого. А уж ответственности в работе хорошо выученному псу не занимать. Валерий наш чемпион уже на протяжении последних двух лет занимает первые места на соревнованиях у ФСИН России по Рязанской области. Ее привезли в коробочке, она такая маленькая-маленькая. Сегодня овчарка Маха слушается свою наставницу Ольгу Бубнову беспрекословно. Тут не до девичьих сантиментов. Лежать! Стоять! Сидеть! Хорошо, хорошо. Все собаки ведь тоже разные, все с характером, как и люди. Я привыкла к тому, что я говорю ей резко, и она понимает. Вперед! Распорядок рабочего дня у каждой собаки свой. Если коротко и понятно, они вместе с инструкторами-кинологами осматривают въезжающий и выезжающий с территории колонии транспорт, патрулируют периметр и зорко следят за тем, чтобы никто не сбежал. Задача основная какая? Чтобы наоборот ничего не произошло. На данный момент в кинологическом городке работают 14 специалистов-кинологов и 13 собак. Основной профиль, например, Махи – розыск, а это энергичная особа подопечная Павла Амельченко. Это моя девочка, собачка. Зовут ее Багира. Ей три года, в сентябре будет, 11 числа. Трудно представить, что когда-то эта собака умещалась в обыкновенной шапке, в которой Павел впервые принес будущую четвероногую напарницу к себе домой. Тогда Багире было всего три недели. Сегодня она с легкостью преодолевает двухметровые заборы и штакетники. В годовалом возрасте мы пришли на службу и стали с ней служить. Голос. Молодец, умница, хорошо. Дрессировка этих собак поражает. Несмотря на дружный лай из вольеров при виде чужаков с непонятными предметами, овчарки внимательно следят за реакцией хозяина, позволяют спокойно подойти и прицепить тот же микрофон. В этом году я занял в личном зачете третье место. А в командном зачете мы заняли первое место среди колоний. Мы приучаем к этому, чтобы она не реагировала на посторонние раздражающие факторы, в том числе и кошек. То есть это показывает то, что собаки обучены, что они на них не реагируют. Зато буквально через минуту, услышав четкую команду, настроение собаки меняется и лучше не стоять у нее на пути. Доля страха, соответственно, была. Конечно. Собака сильная? Очень сильная. Чуть-чуть левее, правее и могла быть травма. Это информация для тех, кто недооценивает роль собак на службе. Даже у многих кинологов порой остаются памятные следы от зубов своего любимца. До такого тандема еще нужно сработаться. У нас с ней обоюдная любовь, согласие. Работа с собакой – процесс очень трудоемкий. Это далеко не увлекательные игры на улице. Прежде всего, кинологам требуется знать физиологию и этологию собак. Это наука об инстинктах. Считается, что если восточноевропейская овчарка – самый хороший охранник с высоким интеллектом, то немцы – универсалы. Они могут искать преступников по следу, обнаруживать взрывчатые вещества, оружие, наркотики и так далее. Вот эту собаку купили в прошлом году, как раз на выделенные целевые средства. На одном из подомников города Рязани. Лично нас поразило количество женщин в кинологическом городке. Естественно, собаки сильные, животные могут. Но у нас и женщины не слабые. Не знаю, ну как всем девочкам нравится, когда маленькие, нравится ведь форма. Ну вот и... Не знаю, очень спорный вопрос. Да? Ну не знаю, в основном вот кого спрашиваю, все так вот объясняют, что форма все-таки нравится. У меня отец тоже кинолог, вот. У нас в доме еще одна есть собака. Такая же большая? Да, такая же. И мне собаки нравятся. Старший инструктор-кинолог Елена Ларина занимается самым крупным псом из этой дружной компании – двухлетним Филом. Видимо, профиль работы сказался и на повадках собаки. Фил специализируется на поиске наркотиков. Первым делом обыскивает хозяйку. Ну на, проверь карманы, ну нету. Это очень хитрая и умная собака. Когда он жил дома и был маленьким, если он хотел в туалет, он приносил мне ключи и бросал под дверь комнаты. Типа, пойдем. Такой он очень. И сейчас он изучает. Если я пойду, он сначала проверяет все мои карманы, есть ли у меня мяч. Если мяча нет, он искать ничего не будет. Для того, чтобы обыскать автомобиль, собаке требуются считанные секунды. И эта реакция означает, что Фил нашел запрещенное вещество. Он искренне верит, что он ищет именно мяч. Потому что все обучение по поиску наркотических средств построено именно на игре. Если речь о поиске взрывчатых веществ, говорят кинологи, то там уже не поиграешь. Собака должна думать, что ищет лакомства. Ну если с домашней собакой мы просто гуляли, играли, как бы я от нее ничего не требовала, то тут нужно требовать, потому что все вернуться может против меня. Но несмотря ни на что, собачьей жизнь питомцев не назовешь. Кормежка строго по расписанию, прогулки, тренировки. Любой пес с радостью проведет с хозяином лишние минуты. К тому же большинство собак после работы или как минимум на выходные остаются у кинологов дома. Не развиваем злобу, потому что приходится досматривать же осужденных на предмет наличия при них наркотических средств. Поэтому злобу спецсобак не развивается. В последнее время управление ФСИН не оставляет кинологическую службу без внимания. На приобретение новых племенных щенков выделяются целевые средства. Можно научиться автоматически делать все, что угодно, но с собаками без души все-таки не обойтись. Интуицию животного не обманешь. Тут поддержка должна быть только обоюдной. Иногда ведь и собаке нужна помощь. Ну бывали такие случаи, что кто-то боится, там начинает жестикулировать, ему это не нравится. Он подходит ко мне. Спрашивает совет? Да, помоги разобраться. Заместитель начальника отдела охраны Иван Рубцов тоже продолжает династию. Окончил академию ФСИН и вот уже 7 лет работает в этом отделе. Ну естественно, у нас проводятся регулярно учения, тренировки, чтобы наши специалисты-кинологи и наши собаки были готовы к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Если пес заболел, его отводят в отдельные апартаменты. Здесь вообще особое отношение к собакам. Это ведь больше, чем просто напарники. Для кинологов они полноправные члены семьи, которые также грустят, болеют, а иногда и хитрят. Что-нибудь не так сделает, я на нее начинаю ругаться, а она все время такие глазки сделает, невинные ушки, прижмет, прижмется сама, и так носиком типа потыкается, там, ну прости меня, прости. Самой младшей собаки в кинологической службе ИК-6 сейчас полтора года, старше 7. Еще через год она уйдет на заслуженный отдых. Как правило, после окончания срока службы пес остается жить с кинологом. Если такой возможности нет, то его, что удивительно, охотно забирают в добрые руки. Сама немецкая овчара такая порода, что она любит и детей, и в то же время хороший защитник, которого можно взять. На этой службе, конечно, не до лирики, но пройти равнодушно мимо таких собачьих глаз и правда трудно. И на самом деле очень приятно констатировать тот факт, что ни колючка, ни особый режим, ни окружающий спецконтингент не способны очерствить души людей, которые там работают. Вот и все, что мы хотели рассказать сегодня. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.тв. По традиции желаю удачи и прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова